Как продавать что угодно и кому угодно По мнению известного бизнес-тренера и теоретика продаж Джилл Конрад Наиболее характерным отличием в B2B сфере является роль продавца Учитывая популярность некоторых продуктов и услуг, офферы большинства компаний не сильно отличаются друг от друга Но даже просматривая одинаковые предложения, клиенты всегда надеются получить уникальный опыт Какую бы нишу в бизнесе вы не занимали, существует несколько аксиом, которых стоит придерживаться, чтобы продавать еще больше практически кому угодно Итак, первое. Сконцентрируйтесь на покупателях У вас есть друзья, которые постоянно говорят о себе? Согласитесь, иногда они просто невыносимы На слишком частые упоминания о бренде и офферах покупатели реагируют точно так же Вы считаете эти сведения информативными и важными, но клиенты воспринимают их иначе Основное правило продаж заключается в полной клиентоориентированности Каждое письмо, любой контент должны создаваться с мыслью о покупателе Постоянно спрашивайте себя, почему это выгодно для клиента И улучшайте взаимодействие с целевой аудиторией Второе. Проводите предварительные исследования Хотите, чтобы посетители тратили время на изучение вашего предложения? Тогда сперва придется потратить время на посетителей На самом деле, узнать перед звонком дополнительную информацию о лиде, оставившем заявку, несложно и крайне полезно В зависимости от цикла продаж на изучение одного потенциального клиента нужно затрачивать 5-10 минут Здесь перечислены источники, которые пригодятся вам во время исследования LinkedIn, Twitter, страницы пресс-релизов компании, страницы пресс-релизов конкурента, блоги, Google, Facebook, ВКонтакте Третье. Определите вашего покупателя Успешность продаж во многом зависит от персонализации Затратив время на определение целевого покупателя и классификацию потенциальных клиентов, вы, несомненно, повысите продажи Найдя людей, которым действительно подходит ваш оффер, вы сможете свести к минимуму плохих лидов и сосредоточиться на перспективных покупателях Четвертое. Сперва помогите, затем продавайте Когда вы определите целевую аудиторию, не пытайтесь сразу же убедить ее в безупречности вашего предложения Помните, что клиенты пока не знают о продукте ничего Старайтесь не торопить события Так вы рискуете разозлить или спугнуть потенциальных покупателей Вместо этого предоставьте им доступ к полезному контенту или посоветуйте решение какой-нибудь навязчивой проблемы Таким образом вы установите контакт с аудиторией и продемонстрируете оффер в самом выгодном свете Пятое. Учитесь спрашивать и слушать Даже самое тщательное исследование не позволит вам узнать о покупателях все Чтобы решить проблему, необходимо сперва выяснить, в чем она заключается Поэтому в разговоре с клиентами задавайте как можно больше вопросов Вот остроумный пример от тренера по продажам Рика Робертжа Первое. Как это произошло? Второе. Всегда ли было так? Третье. Где же решение этой проблемы? Четвертое. И как вы справляетесь? Проявляйте интерес Люди любят говорить о себе, о своих проблемах, поэтому на ваше любопытство они отреагируют положительно Шестое. Помните о психологических причудах На некоторые обстоятельства наш мозг реагирует странным образом И такие психологические уловки вы можете использовать с выгодой для вашего бизнеса Перечислим лишь несколько подобных причуд Первое. Эффект якоря Информация, с которой мы ознакомились изначально, служит неким якорем для суждений о всех последующих сведениях Второе. Эффект приманки Наличие третьего варианта зачастую помогает клиенту определиться между двумя возможностями Третье. Эффект рифмовки Рифмующиеся предложения звучат более правдоподобно, чем обычные Четвертое. Боязнь потери На потенциальную утрату чего-либо мы реагируем сильнее, чем на возможность получить что-то новое Пятое. Пикант правила Концовку и кульминационный момент презентации человек запоминает ярче, чем любую другую ее часть Седьмое. Общайтесь на одном уровне Конечно же, продавец должен внедрять в продажи свои индивидуальные наработки, но делать это необходимо только с пользой для покупателя Адаптируйте свой подход под личные качества потенциальных клиентов, чтобы они серьезнее отнеслись к вашему предложению Ниже представлен краткий обзор четырех основных типов личности человека Первое. Напористые. Заинтересованы в конечном результате Второе. Дружелюбные. Интересуются креативными идеями и глубоким пониманием всего окружающего Третье. Выразительные. Интересуются общением с людьми и влиянием идей на человеческое поведение И четвертое. Аналитики. Заинтересованы в фактах, цифрах и данных Как только вы определите категорию вашей телевой аудитории, сыграйте на предпочтениях и ценностях своих покупателей Доработайте текстовый контент в соответствии с новой информацией, затрагивая наиболее важные проблемы клиента Восьмое. Дополните свой оффер эмоциями По сути, такого понятия, как полностью рациональное решение, не существует Хотим мы того или нет, наше восприятие информации и принятие решений всегда носит эмоциональный окрас По мнению эксперта по продажам Джеффри Джеймса, перечисленные ниже эмоции оказывают существенное влияние на решение о покупке Первое. Это жадность Второе. Страх Третье. Альтруизм Четвертое. Зависть Пятое. Гордость Шестое. Стыд Как видите, здесь указаны и весьма неприятные человеческие чувства А это значит, что эмоциональные призывы могут дать и обратный эффект Тщательно продумывайте свои заявления, если не хотите, чтобы покупатели ассоциировали вашу компанию с чем-то плохим Девятое. Помните, что вы продаете человеку Ежедневно отправляя сотни писем по базе подписчиков, можно легко забыть о том, что лиды – это реальные люди Которые заинтересованы в хорошем отношении и вполне заслуживают его Перед отправкой очередной рассылки протестируйте ее на собственном примере Понравится ли мне это письмо? Хочу ли я получить это голосовое сообщение? Если ответ будет отрицательным, скорее всего, ваши клиенты отреагируют точно так же Профессиональные качества играют важную роль в сфере продаж, но человечность здесь тоже имеет значение Помните, что вы не всегда должны говорить именно о бизнесе На этом пост видеоблога LPGenerator окончен Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы Высоких вам конверсий и всего хорошего!